Петропавловск остается самой тревожной точкой на паводковой карте страны. Затоплены тысячи домов и дачных участков. Вода вплотную подошла к центру города. При этом уровень веселья продолжает подниматься, хотя уже и не так быстро, как на выходных. 11 тысяч жителей эвакуированы, однако метеорологи предупреждают о том, что пик паводка еще впереди. Когда половодие пойдет на спад и будет ли вторая волна, выясняла особка ОРКТК Инна Лопатка. Вода в Есиле продолжает пребывать. К сегодняшнему дню в Петропавловске подтопило больше тысячи домов. Многие затоплены по крыше, а некоторые даже сорвались с фундамента и поплыли по течению. Затоплены пять тысяч дачных участков. Это практически все массивы вокруг города, даже те, где наводнений никогда не было. Впервые из берегов вышло озеро Пестрое, залив парк Северная Звезда с главным городским пляжем. Со стороны микрорайона Подгора вода дошла практически до центра города. Затоплены два из трех въездов в областной центр. Контрольно-пропускной пункт Южный. Выезд и въезд в город со стороны Астаны залит водой. Высота перелива около метра. Проехать здесь могут только грузовики и техника высокой проходимости. Единственным спасением для людей стала эвакуация. Спасатели, военные и полицейские буквально выносили людей из воды на руках. Эвакуировано 11 тысяч жителей. Около тысячи из них – дети. Большинство нашли приют у родственников. 400 человек разместились в пунктах эвакуации. Новым жильем для пострадавших стали спортзалы городских школ. Ученики теперь на дистанционке. Это горе, что там говорить. Людское горе. Все дома, считай, пришли не в годность. Считай, мебель. Домашний удварь – все пошло. Надо полностью восстанавливаться. Пол седьмого сотрудники полиции постучали. Сказали, выходите. Ну, в чем собрались, то мы вышли. Все получилось неожиданно. Неожиданно. Еще дети все спали. Собрали, что могли, и убежали. Это все было быстро. Настолько быстро, что мы даже не успели. Мы пока собирались, она уже по огородам, уже подходила к домам. Это мигом было. Оно волной просто дало через дамбу, и все. И вся вода сразу мигом пошла по домам. Из затопленных домов спасатели на лодках продолжают вызволять домашних животных и птицу. Избавленных от гибели четвероногих сразу встречают волонтеры. Зоозащитники просят разрешить им тоже отправляться в зоны бедствия. Мы не просим сами плавать. Мы просим наш человек, причем специально обученные, подготовленные, бывшие МЧСники, ребята, оборудованные, одетые в камуфляжах, в водолазных костюмах, чтобы сопровождающим МЧС были с нами, и мы, как могли, можно больше собрали домашних животных. И еще тысячи ждут нашей помощи. Им, к сожалению, надеется не на кого, только на нас, на людей. Прогнозы метеорологов пока неутешительные. Побитые рекорды половодья оказывается только начало. Пик паводка в городе впереди. У города Петропавловск, мы знаем, самая опасная отметка, это начальная 940, это когда у нас выход в пойму. А на сегодня мы уже все наши критические отметки, которые у нас есть в ведомости опасных, мы уже их превысили. Также этот уровень превышен уровней 2017 года. Пик паводка ожидаем к 17-18 апреля. Хорошие новости в том, что в кранах горожан появилась вода. Ее ждали трое суток. В самом начале паводка ледяные глыбы снесли линии электропередачи и обесточили насосную горводоканала. Пока восстановить рухнувшие столбы и оборванные провода не удается. Пришлось тянуть новый водовод. Воду временно поддают из озера Пестрое. Она прошла все анализы, она соответствует ГОСТу, но во время паводков ее пить нежелательно, лучше кипятить. Сегодня утром по городу, по всем чатам домовым, рассылается информация о том, что насосную станцию топит, тем самым воды не будет, запасайтесь. Сразу скажу, что это неправда. Хочу в этой связи призвать всех жителей не распространять ложную информацию. Метеорологи уже предупредили, что будет и вторая волна. В Петропавловске ее ждут через неделю. Инна Лопатка, Андрей Масан, КТК, Петропавловск.